Приветствую вас на канале Зайграчеки Обзоры. Это у нас радиоприемник RETECESS TR629. Новинка и не дешевая, и мы рассмотрим почему. И сегодня я покажу, как он работает, что он умеет, какая мощность звука. В общем, как всегда, полный обзор. Начинаем. Приходит он с сайта Алиэкспресс, вот в такой вот картонной огромной упаковке. Внутри радио находится вместе с пенопластом. Хорошая защита во время транспортировки. Цена данного радиоприемника, когда я его покупал, стоила 56 долларов, но сейчас на момент обзора 59. Ссылка есть в описании. В комплекте, помимо самого радиоприемника, идет кабель для сети 220 вольт, инструкция и больше нет ничего. Инструкция на нескольких языках, русский и украинский отсутствуют. Давайте заглянем в характеристики. Здесь указаны частоты, диапазон частот, FM, MW и SW. И работает от 110, 220 вольт, 4,5 вольта. Это три батарейки по 1,5 вольт, тип UM1. Или старые, большие такие батареи. Указаны параметры встроенного динамика. 3,5 дюйма, 6 Ом, 3 Ватта. Это достаточно громкий динамик. Есть LCD-экран с подсветкой. А также указан вольтаж 5 вольт, 0,15 мА. Как мы видим из инструкции, экран очень информативный. Здесь есть вся необходимая информация, чтобы понять, что у вас сейчас включено, включен ли будильник, таймер сна и так далее. Сам радиоприемник по весу около 600 грамм. Имеется сверху хорошая ручка. Имеется хорошая вращающаяся и длинная на 360 градусов антенна. Состоит она из шести секций. И это говорит, что поможет лучше уловить сигнал. Спереди динамик. Здесь дисплей. Здесь управление цифровые кнопки, чтобы быстро найти какую-то нужную частоту. Здесь без фиксации регулятор, чтобы можно было отрегулировать громкость. Здесь управление тоже без фиксации по каналам. Чуть ниже находятся механические переключатели с радио на USB или же карту памяти. Сейчас мы заглянем сбоку. Тут у нас имеется три диапазона. Слышите, какой щелчок? Механическое переключение идет. Ну а над динамиком или рядом с дисплеем располагается управление плеером. Некоторые кнопки имеют двойное использование. Например, на одной кнопке можно и удалить, если удерживать. Сбоку внизу имеется разъем для наушников, гнездо для карты памяти и гнездо USB. С противоположной стороны находится вход для питания 220 вольт. Снизу имеются небольшие ножки для того, чтобы установить на поверхность. Ну а здесь отсек, чтобы установить батареи. Видно здесь 4,5 вольта необходимо для питания. Здесь отчетливо видно, что здесь реально огромные батарейки устанавливаются. Давайте совершим первое включение. Подключаем 220 вольт. При запуске у нас загорается дисплей и отображается время. На данный момент приемник выключен. Время 0,0. Дисплей спустя несколько секунд гаснет и все. От сети постоянно время на дисплее отображается. Что удобно, служит своего рода таким настольным будильником, как настольные часы. Но здесь все в одном. Чтобы его включить и настроить, необходимо нажать вот эту кнопку. Если я буду просто вращать, здесь просто засветился дисплей. Или же если здесь, ничего не происходит. Но чтобы запустить приемник, нужно нажать на эту кнопку. Пауэр. Включаем. Одиночное прикосновение без всякого удержания. Все. Включен радиоприемник. Чтобы переключить на USB или же флешку, переключаем сюда. Вот так. Но так как нету никаких на данный момент флешек, ничего не работает. Возвращаемся на FM или же на радио. И здесь уже покажу вам, как настроить первым делом будильник. Кстати, когда радиоприемник работает, здесь имеется индикатор. Отключаем радиоприемник. Перешли в режим времени. Нажимаем и удерживаем кнопку CLOCK. Начинает мигать через несколько секунд. И мы с помощью этого регулятора выставляем время. Еще раз. Нажимаю. Начинает мигать. И выставляю время. Например, 14. Еще раз нажимаю CLOCK. Переключаемся на минуты. 16. Отлично. Подтверждаем. Время здесь установлено. Чтобы настроить будильник, точно так же нужно нажать на кнопку АЛАРМ. Нажимаем. И держим. Выставим будильник. Выставили. И теперь подтверждаем. О том, что у нас сейчас включен будильник, свидетельствует этот значок. Время настроено. Можно приступать к знакомству и настройке самого радиоприемника. Включаем. Запустился. Нам также служит подсказкой изображение, какой диапазон у нас сейчас включен. MW, SW и FM. Чтобы выбрать радиостанцию, есть два способа. Ручной. Добавлю громкости. Обратите внимание, что когда громкость полностью на нуле, динамик не издает никакого шума. То есть просто слышу легкий фон, такого легкого моря. Что свойственно в таком тихом режиме. Когда добавляем громкости, пока поставлю на 10. Настраивать можно в ручном режиме и в автопоиске. Автопоиск. Вот эта кнопка. АТС. А это у нас ручные настройки. Ручные очень плавные. 0,5 диапазон. Но чтобы до нужной радиостанции, можно вот так вот крутить. Но есть еще третий способ. Сразу набрать нужную частоту. Например, 106 или 105. И 8. Этой волны нет. Это у нас сработало, кстати, будильник. О котором мы говорили ранее, настроив его на это время. Вот таким вот пиканьем и нарастающим звуком подтверждаем. И тем самым отключаем его. Возвращаемся к поиску. Например, мне надо радиостанция 106 и 7. 106 и 7. Радиостанция сразу выбралась. Но можно еще с помощью автопоиска. Давайте достанем антенну. Раскроем ее. И нажимаем автопоиск. Зажимаем эту кнопку и держим. Начинается сканирование от самого минимального до самого максимального. Даем ему несколько минут. Здесь, обратите внимание, рядом мигает мемори. Кстати, по поводу радиостанций, то здесь может запомнить он 99 радиостанций. И сразу отображает, сколько он уже нашел. Как только сейчас пройдет отметку 100, там добавится прилично радиостанций. Ну вот, понаблюдайте. Готово. Поиск завершен. Теперь, чтобы переключаться между теми радиостанциями, которые были найдены, необходимо использовать кнопки вперед и назад. Нажимаем. Если вдруг какая-то радиостанция не очень чисто ловит, можно подстроить вручную на данный момент. Вот так. Максимальная громкость 32. 32 деления. Минималочка. Приятно, что еле-еле слышно. Следующая радиостанция. Кстати, на 32. Сегодня и так. Это прекрасно. Не да. А сейчас-то взагалей я уявляю. И вы знаете, очень приятно, что он реально качественный динамик. Здесь установлен широкополосный. Если необходимо удалить какую-то ненужную радиостанцию, которая добавлена в память, вот, например, как вот эта, нажимаете кнопку и удерживаете шестерку. Рядом с ней написано удалить. Нажимаю. Когда появилось мигание подтверждения удаления, нажимаете еще раз. Все. Она удалена. Если переключиться на MW или SW, то здесь тоже я провел поиск. И очень много разных добавлено радиостанций. Причем, каждая радиостанция на каждом диапазоне способна запомнить до 99. Потому что здесь я нашел 90... Сейчас точно скажу. 87. А на FM я уже нашел 16. То есть, они явно перевалили за 100. То есть, на каждом диапазоне по 99 радиостанций можно найти. Когда у нас приемник выключен, время отображается 14.23, но здесь можно и настроить, чтобы отображалось просто по диапазону PMA. Вот так вот. Нажимаете и удерживаете. Это если выключен приемник, я напомню. Если же есть необходимость вам поставить во время прослушивания на беззвучный режим, не крутя каждый раз кнопку громкости, то нажимаете на паузу. Радио на паузу, да. Правда, оно не ставится на паузу, что вы будете ставить. Речь идет о режиме беззвучном. Все, тишина. Даже если громкость сейчас вы добавите, сняв ее, уже будет та громкость. Не надо будет крутить этот регулятор. Регулятор плавный, с плавной прокруточкой и с легким таким проскакиванием, будто вибро. Тык-тык-тык-тык. Вот как-то так оно крутится. Если стоит флешка, то, конечно, можно записывать на флешку радиоэфир. Все верно. Если вам необходимо запомнить какую-то радиостанцию, которую вы нашли, и добавить ее в память, то тогда используйте кнопку REC. Записать в память. Нажимаете. У вас появилось куда сохранить. Выбираете эту ячейку. Вот, например, 18 или 19. И подтверждаете. Ок. Теперь эта ячейка под номером, который вы указали и добавили в память. Теперь давайте подключим флешку. Вставляем ее. И переключаемся на USB. Происходит считывание. Обнаружен был файл. И, что интересно, воспроизводит с того же места, где и была остановлена до этого мелодия. На экране отображается, что это у нас подключена флешка. Здесь ничего не работает к регулятору диапазонов, а вот по громкости есть. 32 максимальное звучание. Звучание. Ождавится. Ой, мелодия здесь. Переключаем следующий трек. Пробуем, можно ли промотать. Нажал и удерживаю. Нет, не вижу, что это можно сделать. Пауза. Пауза, пожалуйста. Если нажму следующий трек. Переключился назад. Точно так же будет воспроизводить и через microSD. И можно использовать наушники, звук в наушниках, стерео, шикарный. Очень качественный. Когда установлена карта памяти, можно записать любой радиоэфир с помощью кнопки записи. И вы, например, вот сейчас выбрали. Хотите новости записать? Нажимаете. Показывается, что будет записываться в папку B. Идет запись. Время записи. Сейчас дадим записать. Вот так. Время достаточно. Нажимаем стоп. Теперь переключаемся на флешку. Пожалуйста. Чтобы переключиться между папками, используем кнопку A и B. Сейчас у нас папка A. Нажимаю еще одну. Переключились в папку B. Все просто. Ну что же, дорогой зритель. На мой взгляд, он немного дороговат по своей цене. Но, может быть, все связано с тем, что происходит в мире. Я не знаю. Что думаете вы об этом радиоприемнике? В целом, вообще, придраться мне к нему, к чему-то здесь не к чему. Потому что все нужное. Все отлично работает. Есть режимы как от 220, так и от батарейки работы. И есть работа от флешки и карты памяти. Есть подключение наушников. Есть дисплей. Есть таймер-время. Даже отображается, если будет от аккумулятора или от батареек, сколько осталось заряда. И все нужное есть. Собрал, поехал на дачу, на рыбалку, дома. Все новости в курсе. А в наше время, а мы живем в Украине, знать новости важно, потому что от этого зависит даже наша жизнь. Могут сообщить власти какую-то важную информацию. Например, куда укрыться, так как происходят обстрелы города. До встречи в новых видеопроектах. Если случайно попали на наш канал, ставьте лайк и не забудьте подписаться. Всем спасибо. Будут вопросы, задавайте. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok